всем доброй ночи ну вот этот ролик я посвящаю тому что по поводу работы работы не здесь я уже рассказывала для иностранцев здесь работа считать что нет и 100 процентов 99 не один процент это там рабочие визы там туда все и нелегально но можно ли в россии россию гражданам россии такие какие-то например которые хотят работать да что-то создавать какие-то эти вот татьяна затеева моя подписчица комментариях она ясно написала недавно комментарий в одном что малый бизнес сейчас там мы уже все все это 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 и не только шарит и был раньше я двухтысячных годов вот я же говорю вот этим деле варился занимался и отделками квартир меня бригада были вот но потом короче решил более такое это масштабно землю взять построить магазин чем такое сказали что 10 соток земли то можно получить тем более сибири сказали обращаться потому что земли большинство до сих пор числится за селхоз назначение надо сначала обратиться минселхоз тогда была елена скрынник министр сельского хозяйства который припевающий живет на лазурном берегу по-моему где-то на 6 министр и обратился к ней прямым письмом все что описал всю ситуацию и пошли отписки но отписки были очень долго у меня где-то на мешка 2 на надписок было которых я потом жжёг они горели у меня около полчаса вашим костром ну чтобы не доставались это мусорку бросать это там фамилия написано все написано нашел место где мусорные это и там сжёг короче вот в итоге в конце было отказано формировка была такая что все это через аукцион какой аукцион где никто нет потом решил открыть еще думаю самое охранную фирму мне сказали для этого надо иметь во-первых лицензию и закончить курсы пошел и туда его закончил диплом получил лицензию получил все короче нет это дело оказывается тоже охранные фирмы ритуальные агентства все такие вот эти места основном находится в руках у депутатов чиновников все под их ними их не люди это простом народ туда залезть вообще невозможно и я любопытно один это самое да со мной курсов учились 10 человек одного из северных районов томска от томска 400 450 километров хорошие ребята такие простые сверяки но они исправно ходили на и в это они жили как каком-то съемной квартире человек 10 мужики где-то лет от 30 до 50 были хорошие добродушные ребята простые да короче самое и вот я у них посмотрел на руках у них это конспекты такие общий тетрад в одной стороне это в другой стороне тоже какие-то это пишут для лекции шкоды же алексии были юридического характера все остальное и основ рукопашного боя огневая подготовка все было как положено сдавали экзамены все хочу сказать и вот я у них говорю чулась это самый это мы уже как здесь в городе год нас отправляет на четвертый курс и я как одна четвертый курс и утка до этого мы закончили год курс электриков курсы флористов потом еще какие-то два курса короче диплома электромеханик как дизелистов какие-то оказывается они там у себя обращается в отдел по трудоустройству становится на учет их берут на учет и отправляет на учет я вернулась только курсы закончить работы нет они говорят нет работы нет вот мы сейчас это тоже закончим год знаем что у нас год селега всего на одного охранника от места есть итог отработает человек там какая-то телевышка там работает это самое я вот так это зачем я в 10 человек вас отправляет опять ну как пособию не выплачивает пока это курсы не закончишь вот нога 10 самое два месяца будем на квартире живут закончим год приедем встанем опять на учет вот как охранник уже год опять год месяца два-три год дома вот получаем пособию и нас год опять отправляет на какие-то курсы они тоже управляют свои обязанности мы свои обязанности тоже мы тоже не отказываемся от учебы они тоже год отправляет в конце концов общем короче оба и волки сыты и овцы целы и они на работу свою парня чиновники и они тоже учатся заканчивать дипломы которые никому не нужны понимаете вот когда подмосковье жил тоже думал все надо фирма открыть все нормально тоже ширяется красиво и тут это время президент поступал что кто это самое прямо премьер-министр по моему медведев был помогли то точь что кто открывает свое новое дело будут единовременная помощь на развитие бизнеса 60 тысяч рублей это было продукт из долларов ну думаю как он помещение арендует уже это самое приезжая тоже в отдел по предпринимательству никогда весь откроется надо готовы и по сделать и это самое пособие будет хорошо я быстренько короче оформулил течение за один день короче за один день же наслаждение уже свидетельство получил приезжай к ним мы не можем вам уже пособие вы уже трудоустроены вы же сказали я говорю что это нет в общем короче такая дурилова да и теперь думаю ну попал короче говоря лучше без этих лицензии работают без ничего билеты на фиг это надо было мне еще говорили закрой готова налоги западу думаю на минимальный как это копейки оплачу прихожу короче закрывать это дело не вы не сможете это сразу вы должны за один квартал заплатить пенсионный фонд так я еще ничего не заработал ничего не знаем и того я чтобы его закрыть 16000 чем-то заплатил 16000 с копейками ну грубо 16 до ничего не заработая ничего не получил чтобы мне вот это предпринимательство еще кроме этого я еще сдал кучу вот этот отчет нулевой отчет что ничего не заработал кроме этого еще пенсионный фонд вот так вот понимаете хочешь землю взять это огромное это хочешь какое-то свое дело откуда дела пожалуйста разговор нет но ты попробуй работай понимаете настолько вот так да сделано что человеку уже не интересно что-то открывать что-то делать потому что во первых очень большие связи очень большие связи и в администрации полиции везде 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 просто так вот прийти открыть свое дело работа земли куча вот сейчас мой бакинский брат говорит сейчас у меня звуковое письмо отправлю вас год сибири столько земли много даже год можно в золото работать работа там до земли много ты попробуй там вот сотку взять вот недавно один блогер снимал на крайнем севере на колыме мужик на болотах на заброшенных болотах себе сделал ферму выращивает свиней гусей там курей короче это год у меня хотят отнимать потому что говорят это государственная земля я сказал дайте мне нет нельзя давать то есть все должен закрыть понимаете нам врагов не надо вот внешне врагов нам не надо вообще абсолютно внешне враги могут даже не стараться абсолютно у нас свои чиновники все это делают вот наши чиновники сделают так что уже ты не захочешь работать а когда уже захотят даже да уже работать будет некому я вот к чему это говорю потому что когда уже можно будет сказать да идите раб уже работать будет некому работать просто уже будет некому придется уже это вместе. Китайцы, вьетнамцы, африканцы, кто угодно. Потому что те люди, которые хотят работать, сейчас еще есть возможность, они вымрут. Мне уже 60 лет. До моего возраста уже многие там не доживают. Не доживают. Я однажды по кладбищу прогулялся. Это было в 2007 году. 2006 год, по-моему, было это в Томске. Я ездил. Натальи вместе ездили. На родительский день был. И пока ухаживали там за своими могилами. Родственник приходили. И мне просто, я прошелся. Просто прошелся. Посмотрел даты рождения, даты смерти. Очень много свежих могил было. Парни, которые еще 35 лет. 30 лет. 40 лет. Вот больше 60 было очень мало. Очень мало. Молодые. Все молодые умирают. Я и это и под Москву видел тоже. Кладбище рядом было. В Орехов Зуево. Вот. И вот однажды заехал тоже товарищем, короче. Он там ограды делал, короче, сварочный аппарат ему нужен был. В общем, просто заехали. Он, короче, делал вот эти, как его, ну, оградки такие, да? Руками нельзя показывать. Вот. Я тоже там посмотрел. Все молодые. И вот молодые лежат. И вот я у него спросил, а он-то местный? Я говорю, блин, а годы молодые. Он говорит, так кладбища же не хватает. До 91-го года здесь было, говорит, две кладбища. Сейчас, говорит, семь кладбищ. И только, говорит, полный уже. Понимаете, народ вымирает. Народ вымирает. Отчего человек вымирает? От того, что работы нет, движений нет. Работы нет, движений нет. Почему народ бежит вот в Африку, везде, куда-то это? Работа, чтобы себя реализовать. Вот этот в Африке, который на африканке женился, москвич парень, да вот, у него канал есть, недавно даже у него уже большие просмотры идут, африканские. Так он там строит, в Африке строит куриную ферму, землю взял. Москвич строит там. Почему он не строит? В Москве где-то, а в Африке, в жаре таком. Воду надо покупать, все надо покупать, кирпичи там, все это надо, крутиться. Это из-за чужих людей, африканцев. Должны мы в правде глаза смотреть, что у нас нет таких особо внешних. Я вот, честно говоря, начинаю ругать. Вот запад во всем виноват. Запад в чем-то, можете виноват. Я ничего не спорю, я не политик. Но свое-то мы можем восстановить, свое-то земли засеять. Почему я удивлялся, в Сочи, четыре года там прожил, вот этот магнит, магазин, петрушка из Израиля, редиска из Израиля. Я обалдел. Понимаете? Яблоки польские из Молдавии. Хотя Краснодарский край, там яблок, вот там, сады там. Там даже есть, по-моему, сады, там поселок, это сады, ябленивые сады, там, это, там вот столько этого добра. Понимаете? Я ехал из Краснодара в Сочи на машине, и вот, где вот эти сады стояли, и там вдоль дороги стоят мужики ведром яблоки. Остановился, я говорю, ну, посмотрел, яблоки, 10 рублей, а в Сочи килограмм было, где-то, 15-20 рублей. Ну, а тут ведро, короче, там килограмм 5. Я говорю, смотрю, что-то, не русские ребята, я говорю, откуда? Мы, как-то, из Бухары, узбеки, из Бухары. Я говорю, вы что здесь делаете? А мы, говорит, в садах работаем. Я говорю, что, сады ваши, что ли? Нет, сады, говорят, принадлежат, казакам, а мы, говорят, у них, работаем. Вот, говорят, мы выращиваемся, мы ухаживаем. Вы там работаете, да? Представляете? Все есть, и сады есть, и все есть, можно все вырастить. Блин, завалить можно продуктом, весь мир можно завалить. Но, нельзя. Это столько, это надо пройти, чтобы это, я же говорю еще раз, весь день нужен знакомый, блат, все-все. Я, что ли, думаете, от сладкой жизни, что ли, сюда приехал? Просто на море, смотри, да нафиг мне нужно море. Это я не на такой фанат, чтобы, извините, соскучился по морю, чтобы чуть ли не около моря, прямо в обнимку жить. Мне не надо никакое море. Мне надо работа, чтобы работа была. А на море, раз в год можно, в крайнем случае, наши родители, вообще за всю свою жизнь, один-два раза, если по путевке приедут, так и так хорошо отдыхали, жили. Это морская болезнь, не это самое, все море, сейчас кому не море, море только. А работать то будет. Я вот этих молодых тоже смотрю, да? Ладно, я-то как-то это, вот есть русские ребята, да, молодые русские ребята, которые уезжают, да, оттуда, все бросают, ходить по чужим странам, извините, бездельничать, десятками тысяч, вместо того, чтобы строить, сеять, а кто сеет, а кто строить будет, я вообще не понимаю. Опять узбеков, таджиков туда, да, они тоже, им тоже сейчас уже, у них, кстати, средназиатских, вот это, республик, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, у них тоже экономика уже поднимается, у них тоже, их тоже уже за копейки не заставишь работать, как 90-е, 2000-е годы, за копейки, не заставишь работать, им тоже надо хорошие деньги, а хорошие деньги, где возьмешь-то, у них же самим работа, а если самим на работу будут стоять все, вот, так что, я же говорю, молодые уезжают, бросая все, а работы нет, а это, спрашиваешь, рабочие профессии не имеют, все нафиг, айтишники, юристи, эконом, экономия, экономисты, какие-то социологи, рабочих профессий ни у кого нет, все начальниками хотят, понимаете, все начальниками, все начальниками, все одеться в мундиры, понимаете, и так уже мундир одели всех, и ветеринары в мундирах, и санитарная инспекция в мундирах, Ростехнадзор в мундир, все мундиры, охранники мундира, все мундиры, 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 чем больше мундир, чем больше звездочек, лучше, а работать, то будет, простым трактористом, простым рабочим, слесарем, токарем, не зная, я бы с удовольствием жил бы там, если бы была бы, хотя бы, ладно, были бы заводы, как раньше, работали бы заводы, я бы спокойно, сейчас пошел бы на завод, работать токарем, имея третий разряд, конечно, много чего подзабыл, потому что молодые годы были, школьные, это, когда я в школе еще получал, эту квалификацию, вот только от третего разряда, вот, можно подучиться, токарем бы работал, работал бы фрезеровщиком, вот, и ничего такого нет, зазорного нет, если бы и работа была бы, и платили бы, ничего нет, ни заводов нет, и работы нет, поэтому я здесь, отель землю посеет, не дай, нельзя, а что можно делать, а что ты там можешь делать, я вот в Анталии спросил одного, государственного служащего, еще, у меня не было гражданства, я говорю, так, работать нельзя, хорошо, там нельзя, это нельзя, это нельзя, что остается, это что, умереть, что ли, там так же, такая же ерунда, я недавно, с одним товарищем, разговаривал, в Сибири, и когда человек, товарищ, сказал, он говорит, я хочу умереть, хотя, товарищу 64 года, вы понимаете, я не удивился, его слова, потому что, такое вот это, настало, да, вот, говорят, что, брендерские времена, застой был, да, не было, тогда застой, тогда просто сравнений не было, это сейчас застрой, это сейчас застой, да, мы умеем делать митинги, да, мы умеем громко кричать, но дел-то нету, вместо митингов, надо, блин, работать, когда-то мой папа из партии ушел, сам, в 70-х годах, это был большой героизм, короче, из КПСС выйти сам, самому, он говорит, я устал, говорит, это собрание ходит, это партсобрание, мне, говорит, делами надо заниматься, это ходит, говорит, партсобрание, руки подниматься, кто за, кто против, кто за, кто против, выслушаем программу такого-то, и сейчас, то же самое, принимается программа развития такого-то, программа, которая уже ничего не делается, программа запуска такого-то самолета, А потом программа в таком-то году. Отложена на тот год. Отложена на тот год. Понимаете? Программу. Только мы программу только принимаем. Программа, громкие слова. Да, четко. Вот. И ничего. За громкими словами ничего. Меньше надо говорить. Работать надо. Дай работу мне. Работу дай. Мне ничего не надо. Мне не нужны твои программы. Партии. Работа и зарплата. Все. Больше ничего не надо. Нет. Вы слишком, говорят, мелькомыслите. Подожди. Я говорю. Мне работа надо. Я мыслить не хочу. Мыслить устали. Мне работа надо. Хорошая зарплата. Средняя зарплата. Я не говорю, что миллионную зарплату. Которую вот. Нефтяные бароны получают наши. Как будто им это папа, мама им оставили. Это газовое место рождения нефтяные. Это же им же папа оставляли. Мы, оказывается, и не знали. Я говорю. Мне так и не надо. У меня хотя бы средний. Который озвучиваете, я говорю. Который по телевизору. Что у нас в среднем по региону такая зарплата. Вы слишком мелко мыслите. Подожди. Я говорю. Я мыслю как есть. Понимаете? У нас вот потом начинает вот это блудником тебя какие-то. Оказывается, ты неправильно понимаешь все это. А я не хочу ничего понимать. Мне не нужна это ни политика, ни программа, ни партии. И людям тоже это не надо. Людям надо, чтобы хорошие дороги были. Чтобы во всех селах был газ. Не дрова рубили. Не леса рубили. Понимаете? Людям не надо никакой политики. Не хотят люди политику. Людям надо дороги хорошие. Безопасность. Работа. Все. Больше ничего не надо. Вот говорят, кого-то надо где-то кого-то побеждать. Да ничего не надо, ничего побеждать. Побеждать надо в первую очередь воровство. Воровство надо побеждать. И безалаберность вот эту. Коррупцию надо побеждать. Хотя бы частично. И все будет нормально. Вот так вот. Поэтому молодежь как бежала, так и будет бежать. Тоже не хотят работать. Уже они не хотят. Они знают, что за... Во-первых, работы нет такой. Даже сами ничего не смогут открыть. Ну что, айтишник. Все не могут стать айтишником. Понимаете? Вот вы можете виртуальные деньги в рот положить? Нет, виртуальную еду. Нужны реальные деньги, реальная работа, реальная продукция, реальное производство. Реально должно быть все. И никаких программ не надо, ничего не надо. Вот такие дела. Всем доброй ночи. Пока.